Всем здравствуйте. Советский российский актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий покинул этот мир на 73-м году жизни. Информация появилась на фейсбук-странице Фонда Ростоцких. Феликс Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. Отец, Болеслав Ростоцкий, был автором книг и учебников по истории русского театра. Брат Йозеф Ростоцкий, преподаватель истории театра в ГИТИС, дядя, режиссер Станислав Ростоцкий. На экранах Феликс дебютировал еще школьником, в Морозко-Роу, где сыграл пень. А в 17 мгновения весны это именно Феликс, за Штирлица, раскладывал на столе спички. Так как у Тихонова на правой руке была татуировка Слава, и на крупном плане это было бы заметно. Сам Ростоцкий после вспоминал, так что ежика, там лису из спичек выкладывал я, в ту пору, ассистент художника. Тихонов моими руками рисовал бумажки с Борманом, Гиммлером и Герингом. Я же писал шифровки и телеграммы за Плешнера, Евстигнеева, нужен был разборчивый почерк, чтобы и зритель прочел, все телеграммы показаны крупным планом. А Евстигнеев писал как курица лапой. Также Феликс сыграл помощника Альманзера Химе в кольцах Альманзера. Плюс появлялся в чужая игра, дедушка хороший, но русский счет омапала. Как оператор работал над третьей частью любить по-русски. Как художник-постановщик Ростоцкий трудился на лентах кольца Альманзера. Хлеб, золото, наган, акванавты, бармен из золотого якоря, атофалк, женатый холостяк, внимание всем постам. И других. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok